Приветствую вас. Я бы сказал, что речь здесь такая, что вы, на мой взгляд, концентрируетесь на ребенка, да, вы хотите ребенка, но при этом хотите финансовой стабильности. И как-то так получается, что при желании ребенка у вас нет финансовой стабильности и при желании ребенка вы выбираете такого мужчину, который вас не тянет, не тянет, как вы говорите сами. Казалось бы, здесь можно было бы сказать, а почему вы считаете, что мужчина должен вас тянуть. Но нет, это ваше право. Как вы считаете, как вы хотите, так и происходит. Но вы не обеспечиваете свои интересы, вы не продвигаете их. То есть, условно говоря, вы хотите ребенка. Хорошо. Значит, ну, соответственно, вы будете в декрете, да, вы будете разговаривать. И, соответственно, нужны мне финансовые обеспечения. А мужчина ваш не может этого делать, да. То есть, он не может вас обеспечить. Но при этом вы хотите ребенка. И вот оно, претворечье. Я не обеспечиваю свои желания. Но это основной момент. Основной момент. Ведь, родив, там, детей, да, естественно, требуется больше ухода. Рожая детей, естественно, качество жизни ухудшается. А на мой взгляд, вы неуважительно относитесь к своему мужу. Я это не к тому, что вы должны его уважать. Нет. Нет, я не к этому. Если вы его не уважаете, то не за что его уважать. А что видно вам, да. Если вы говорите, что он, там, бездумно делает, все в минусе и так далее. То так оно и есть для вас. Важно, что вы с этим хотите делать. Если просто ждать, что мышь поменяется, вряд ли за 11 лет не поменялся, вряд ли поменяется. И получается, что выбор такой, либо принять его таким, как он есть. И сказать, ну, окей. Вот я хочу, там, условно, детей, да. Второго ребенка, например, хочу. И, типа, ну, как бы, возможное ухудшение качества жизни, да, оно, в принципе, нормально. Не главное это. Вот. Если вы можете так сказать, то... Рождать. Вот. Если вы можете смело сказать, что принимаете мужа таким, как он есть, и не хотите его поменять, то смело рождайте. А если на один из этих вопросов подойдет отрицательный, то... Нужно как-то подумать, для чего вам ребенок. Почему вы очень сильно, как вы говорите, хотите ребенка. Что, по вашему мнению, должен вам дать? У меня такое ощущение, да, что... Вы как будто, знаете... Как будто вы все время очень тяжело работаете, и все время ждете, что наконец-то сможете отдохнуть, и кто-то сможет вам помочь. Так у меня ощущение. То есть я сама не буду отдыхать, я сама буду вкалывать, вкалывать, пока кто-то меня не подхватит под руки. Такая вот позиция звучит. Ну, для меня, по крайней мере, здесь такая позиция. И если я брат, то нет, никто вас не будет подхватывать. У вас, условно, мужчина такой, от счастья, именно потому что вы вкалываете. Причем, говоря вкалываете, я не имею в виду только, там, работу, по хозяйству, там, по дому, вот, мужские обязанности, наверное, выполнять, как вы говорите, и прочее. Я говорю то, что родители вас обеспечены, помогают и так далее. То есть как бы все это, все это вы делаете, вам это тяжело. Да? И вы надеетесь, что вот я сейчас побуду сильный, и мой муж однажды станет сильным. Зачем ему становиться сильным, если вы сильны? Зачем ему брать что-то на себя, если вы уже берете на себя? Зачем, условно говоря, ему выполнять мужские свои обязанности, да? Я бы подумал, если вы, зачем ему уделять вам внимание, если вы и так никуда не денетесь. Вот, на что вам нужно обратить внимание. Вот так. То есть на то, что вы с вами делаете. На то, что я сама, вот как я сама себя позиционирую, как я сама себя веду. Соответствует ли мое поведение моим ценностям, тому, что для меня важно. Или я в своем поведении продвигаю больше какие-то другие идеи, которые мне просто кажутся правильными, но к которым я не очень понимаю, как отношусь. Вот. Мне, условно говоря, пришла такая вот метафора сейчас, когда я отвечал вам, вот. Вот. Как-то если боксер, да, рассуждает о теннисе и пытается играть в какой-нибудь, не знаю, в бейсбол, к примеру, да? Вот, мне кажется, вы так же. То есть вы вроде бы хотите ребенка, вроде бы хотите, чтобы мужчина вас обеспечивал. Все-все, но сами вы сильные, сами вы тащите все на себе. Такую женщину не будут обеспечивать. Такая женщина сама будет все тащить на себе. И второго ребенка вы будете тоже тащить на себе. Правильно моя коллега сказала Марина Голикова, что вы не пожалеете, вы справитесь. Но какой ценой? Вот. В чем. Вопрос. Да. Да. Может быть, если вы сейчас сделаете аборт, то вы уже не сможете родить. А зачем? Ну, опять же, подумайте. Если вот вы просто вы говорите, я готов к материнству, я очень хочу ребенка. Что это? У вас настолько много внутри любви, тепла, опыта, что слишком много для одного ребенка и вы хотите пытаться второму? Чем обусловлено желанию второго ребенка? Понимаете? Вот на этот вопрос себе еще ответить. Что такого, условно говоря, вам нужно, что требует второй ребенок? Вот ваша ситуация такая. Ну и спросить себя, хорошо, а какая жизнь будет у моих детей? Вот здесь и сейчас, при вот текущих ситуациях, при текущем раскладе, вот если ничего не изменится, какая жизнь будет у моих детей? От Марины Голикова говорить, неужели нет, как бы надеяться на позитивный расклад, да? Ну, на улучшения какие-то. Если честно, я, может показаться, что я пессимистичен, но мне кажется, что это больше реализм. Я не вижу никаких задачатков для того, чтобы что-то стало лучше. По крайней мере, странный мужчина, потому что его все устраивает. Человек, который, очевидно, живет там в своем определенном мире, вот. Ну, не совсем реальном, к сожалению, к сожалению. Вот. И самое главное, что вы обеспечиваете ему этот мир, этот мир. Вы, понимаете, тем, что вы надрываетесь, тем, что вы работаете, тем, что вы тащите на себе там тяжесть, ответственность и прочее, вот. Ага, значит, как мне видится ситуация? Вам нужно подумать обо всем, что я сказал. Вместе с мужем обратиться на консультацию к психологу. Ага, значит, при мужем психологу рассказать о своих страхах, о том, чему вы боитесь и о чем вы тревожитесь. Рассказать, как вы готовы с этим взаимодействовать, с тем, что вы боитесь. Да? И послушать, что скажет ваш муж. Естественно, там психолог задаст несколько вопросов, да, там какие-то наводящие вопросы будут. Поднять ему беременность. Не говорить человеку о том, что вы беременны. По-пока. Что. Говорить. И послушать мужчину. Что он скажет. Потом дать себе пару дней. И честно спросить. Устраивать то, что мужчина говорит. Стоит ли та реальность, в которой вы живете, воплощение тех ценностей, которые у вас есть? Узнаете ответ. Вы будете его знать. Просто вы будете бояться, может быть, вам будет тяжело признать, но знать вы будете сто процентов. И все. Это будет решение вашей проблемой. Здесь нет места морали. Здесь нет места каким-то правилам, неправилам, да, там. Вот это все. Здесь места этому нету. Речь идет о жизни людей. В первую очередь о вашей жизни. О жизни вашей жизни детей. Понимаете? Речь идет о том, насколько ваше поведение, повторюсь, соответствует вашим ценностям. А может быть, ваши ценности совсем не детей? Может быть, ваши ценности совсем не семья? Может быть, это что-то другое? Может быть, вам только кажется, что вы хотите семью, а на самом деле вы хотите что-то, ну, чего-то другого? Такое тоже может быть. Поэтому так важно смотреть. Для чего мне ребенок? Понимаете? Вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что это было Полина. Я надеюсь, что вы к себе разберетесь. И в заключение я хочу сказать следующее. Вообще такое позднее слово. В районном мире с равной долей реальности присутствуют как бедные многодетные семьи, так и обеспеченные семьи, где один ребенок, который вообще детей нет. Да? И на первый взгляд кажется, что это несправедливо. Но, понимаете, какая штука? И каждый человек может заработать денег. Ну, не каждый, просто потому что, извините, благо они несколько ограничены. И у всех они быть не могут. Не все люди могут заработать. И не все люди, кто зарабатывает, хотят заботиться о ком. Хотят передавать опыт, хотят жить для кого-то. Не все люди, кто не может заработать, считают, что заработок и материальное благополучие самое важное. Не все люди так считают. Для людей есть те, для которых важно именно наличие людей рядом. Людей родных, людей любимых и бабы. А деньги не важно. Ну, попросил дар. Как вы говорите. Ну и что? А кто-то считает, что материальное благосостояние важно. И вот вам нужно найти свой баланс. Вам нужно найти свое соотношение. Как мне кажется, одного с другим. То есть, ваше соотношение духовного и материального. Чтобы вы смогли для себя понять, где же ваше место. На своем ли вы находитесь в месте. Понимаете? Какая штука. Какая штука. И вот это очень важный момент на мой взгляд. Который вам нужно найти ответ самостоятельно или с помощью психолога. Потому что по поведению продвигать одни ценности. А по внутреннему психологическому состоянию продвигать другие ценности. Оношает обрекать себя на то, что психология называется расщеплением. К сожалению. Это натуральное расщепление. Когда... Ну, условно говоря, в мыслях одного. Условно. В мыслях одного. А в действиях другого. Да. И это... Проблематика. Конечно. А нужно, чтобы это будет социальности. И неважно... Совершенно неважно, что там будет по итогу. Совершенно неважно, как там будет. Но... Совершенно неважно. Вот совсем. Но... Как бы... На этот... Вопрос вам нужен найти ответ. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь на обратную связь. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.